Помимо толкования политических новостей, которые мы стараемся делать в программе «Информационная война», ну и показывать аспекты управленческой, оперативной, стратегической, цивилизационной игры, очень большой пласт работы сформировался, связанный с дискуссией с определенными идеологами развития будущего России и всей человеческой цивилизации. И сегодня я хочу поговорить о Ефиме Островском и его стратегической разводке обеспеченных людей, которым он предлагает стать родоначальниками новых родов, предлагает изменить русский язык, и фактически предлагает отказаться вслух, а это очень важное такое действие, очень сакральное, от своего рода. Скажу так, не только любая шоколадка, сигарета или футбольный мяч, но и любая книга, песня или кинофильм нечто делают с людьми. Ну, сколько их укажу на то, что, в общем, тысячу лет назад это всем было очевидно, вся скальдическая магия была построена, исходя из этого считалось, что если скальд споет молодому князю, ну, совсем еще, ребенку, славную песню о тех подвигах, которые этот молодой князь совершит, то он обязательно потом совершит эти подвиги. А если он споет ему о том, какой он, ну, невменяемый доходяга и никудыка, то он и станет невменяемым доходяга и никудыкой. Но если эти самые смыслопроводящие товаропотоки транслируют качество, смыслы, удерживаемые этими смыслами качества, в человеческое сообщество, то кто же тогда является источником этих качеств? Ну, и, собственно, здесь мы переходим ко второй, и, на мой взгляд, основной части того, что я хотел сегодня сообщить. Давайте послушаем вот этот вот ролик, который, ну, на самом деле взорвал информационное поле России, потому что многие люди понимают, о чем идет речь. Давайте посмотрим этот 16-минутный ролик, дадим оценку отдельным его тезисам и предложим обществу дискуссию относительно того, какую работу ведет Ефим Островский с управленческими элитами. Это особенно важно в тот момент, когда Путин объявил набор в кадровый резерв государственный, когда, по идее, должны открыться социальные лифты. Возникает вопрос, какого качества управленцы сядут в эти лифты. И давайте попробуем дать оценку того вопроса, а кто за Ефимом стоит со стратегической точки зрения, какие конечные цели преследуются, что мы с вами можем сделать в этом контексте с точки зрения влияния на процессы формирования кадрового корпуса. И вообще вот эта стилистика, она свойственна разным там масонским группировкам, которые пытаются подвести к некоторым тезисам своим через зомбирование сознания, используя такой визуальный ряд. Комментируйте, высказывайте свое мнение, ставьте лайки, если вы согласны с моей позицией, ставьте дизлайки, если не согласны с моей позицией. И если у вас есть аргументы, милости прошу в комментарии. Подписывайтесь на наши каналы. Это Дмитрий Таран, Глобальная политика. Давайте устроим в обществе дискуссию и попробуем повысить качество преподавания у таких педагогов. Спасибо за внимание.